Всем привет! Сегодня мы с вами сплетем авоську с использованием узла, который называется китайский крест. Сейчас я максимально подробно показываю на видео, как он плетется. Тут важно, как мы с вами располагаем нить вот таким вот образом, такой вот змейкой. И сейчас как мы дальше протягиваем вторую нить, то есть через верх и потом опять как бы змейкой ее. Но в другом направлении. Я рекомендую обязательно попробовать на каких-либо нитях просто сплести его, как я вам сейчас показываю. Потому что на отрезках они у нас будут длинные для авоськи. Это будет весьма проблематично, если вы будете учиться на таких длинных. Так что отрежьте два отрезка по 50 сантиметров любых и попробуйте обязательно. Еще вы поймете, что его можно как бы немножко расслаблять, пододвигать. И нам нужно будет делать на одном уровне. То есть поймите, какую нить нужно потянуть, чтобы у нас узелок стал ровнее и прямее. Смотрим внимательно и учимся сначала. Поехали. Поехали. после того как попробовали сплести 23 может быть более узелков можем уже приступать к плетению нашей авоськи далее мы с вами должны нарезать 10 отрезков по 200 сантиметров расположить их на какой-либо палочки вот такой и середины отрезков должны лежать на наши палочки и как раз на этих серединах мы должны будем с вами повторить наш узел китайский крест который мы сейчас с вами пробовали возможно это будет не так просто делать на длинных как бы отрезках и именно на середине но я вас очень прошу постарайтесь чтобы у нас как бы это точно была середина и остальные нити в стороны уходили на равных как бы расстояниях оставались не так что 1 не там выше ниже вот это нужно очень четко соблюсти чтобы у нам хватило нитей вот а если вы еще плели может быть авоську 20 квадратным узлом то вот такое вот начало плетения должно быть вам уже известно так как мы там тоже начинали сначала делать узлы на серединах и спускались вниз вниз к ручкам здесь мы будем делать точно так же вот наловчитесь пожалуйста делать узел китайский крест и у вас все я думаю пойдет очень здорово и самое наверное сложное это вот как раз эти середины сделать далее уже пойдет все полегче потому что будет плестись как бы основная сумка и там узлы уже не так как бы трудно плетутся как в начале если вы хотите сделать шире то нужно отрезать еще больше отрезков я же делаю под свой льняной мешочек мастер-класс по которому тоже есть на канале и вот мешочек который мы там шьем под его параметры у меня полностью авоська делается сейчас как я показала мы должны будем с вами делать также наш узел и соединять нити полностью чтобы у нас как бы плетение создавала объемную нашу авоську в которой мы могли бы положить мешочек вот соединяем как бы из первых вот этих двух нити берем одну из вторых берем тоже одну соединяем и так проходим полный ряд если у нас в начале как бы на серединах было пять узлов сейчас наше соединение дадут нам четыре узла и будем спускаться так лесенкой то есть там будет у нас еще ниже три узла два и один не лесенка даже треугольник такой вниз вот это чтобы не запутаться мы повторим с одной стороны сначала и потом с другой потом уже будем соединять как бы вот в круговую я думаю что на видео это все будет показано но вы и сами понимаете как устроена как бы любая объемная такая вещь в которую что-то можно положить и 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 ну вот мы закончили нашу пирамидку вниз и сейчас нужно повторить все с другой стороны у меня это все же ускоренном темпе я надеюсь что узел вам дался и вы хорошо его плетете сейчас же вы видите что я начинаю как бы соединять две части то есть я должна вот первый ряд который у нас 4 узлов я сбоку буду соединять как бы с другой стороной и с другого боку тоже соединять и у нас получится что в первом ряду нужно соединить и сделать два узелка по бокам во втором ряду у нас получается по 4 узелка то есть два с 1 2 с другой в третьем и в четвертом плюс один еще будет и давайте сначала создадим прям полностью чтобы у нас вот четыре наших ряда они были из первой стороны и со второй полностью то есть чтобы нити не висели у нас как сейчас это видно с левой стороны ну вот у нас как бы полные ряды да сейчас я примеряю свой мешочек если у вас есть то тоже примеряйте сходятся ли размеры больше или меньше лишь чтобы отделать нужно может быть что-то убрать вот и благодаря тому что мы примеряем мешочек мы можем посмотреть сколько нам еще например рядов доплести да вот я планирую еще сплести ряда наверное 3 но вообще я думаю что на видео это все будет видно и я еще уточню на каком ряду я остановилась ну вот здесь видно что я одобрела 7 рядов получается у меня в итоге и как бы донышко сейчас нам нужно будет перейти к ручке я вот одну сделала чтобы вам наглядно было видно и понятно то есть сначала мы должны разделить на две стороны и на одной стране мы должны по 5 наших нитей тоже разделить чтобы это было как бы у нас ручка так положили именно как я показываю вот такой вот тугой по 5 нитей с одной и со второй стороны сейчас еще нам потребуется с вами иголка с ниткой для того чтобы наши отрезки ну как бы никуда не убегали не мешали нам лучше их соединить я делаю такое крепление просто несколько раз так прохожу иголкой в цвет авоськи естественно не бойтесь нитки не будет потом видно потому что мы на плетем узлы и узлами это все закроется сейчас будем делать ручку для этого отрезаем отрезок 4 метра 20 сантиметров длиной и крепим так как я показываю это лицевое крепление на середину нашей ручки там где мы например скрепили нитками сейчас нам нужно будет пойти в бок делая вид как будто бы мы совершаем это лицевое крепление может быть не все с этим знакомы но сейчас внимательно посмотрите как это происходит мы одну нить которая у нас идет сейчас влево складываем сначала на наши отрезки ручки и продеваем в петельку вот далее нам нужно создать вот эту перемычку которая создает у нас лицевое крепление и мы под всеми нашими отрезками через верх как бы продеваем и выводим нить подтягиваем очень хорошо подтягивайте прям можно сказать туго я бы так сказала подтягивайте и видите оно создалось вид что мы сделали лицевое крепление и дальше мы нитью идем 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 и у нас в таком виде вот будет создаваться ручка вот я хотела бы еще сказать что ее длина составит 34 сантиметра это такая оптимальная длина то есть для того чтобы носить в руке либо надеть на руку но не на плечо как бы вот я делала длиннее но мне не понравилось совершенно как она выглядит и тогда вот это вот плетение которым мы делаем сейчас ручку она как-то тоже не держится вот поэтому это самая оптимальная прям длина нам нужно будет такой техники дойти как бы до конца ручки а потом мы еще сделаем с вами намотку намотка для намотки нам потребуется еще отрезки их нужно будет нарезать 4 штуки по 60 сантиметров вот ну 4 это потому что еще и на вторую ручку и как раз для второй ручки нам также потребуется еще 4 метра 20 сантиметров для оплетки вот таким вот образом я всегда забываю как называется эта намотка но так можно закрывать кашпо снизу делать ручки все что угодно мы нарезали с вами отрезки по 60 сантиметров еще берем один из них кладем и создаем вот такой вот дугу дуга смотрит вверх к наши ручки тот отрезок он остается там сейчас мы должны на нашу нить эту сделать намотку можно считать сколько вы намотали например я 8 раз по моему произведу как бы по кругу намотку и после того как вы сделали столько сколько вам нужно вы должны вот в эту дугу которую мы вначале оставили продеть конец нити а за тот конец который мы оставляли с другого края мы должны потянуть и у нас дуга получается она под намотку полностью войдет и как бы все это крепление вот это вот вся эта намотка она станет немного жестче когда вы потянете за ту нить одну которую мы оставляли в начале вот сейчас можно отрезать этот ненужный отрезок это будет все держаться это все нормально это все прекрасно держится отрезаем лишний только аккуратно не отрежьте тут от нашего плетения какую-либо нить проверяйте и будьте аккуратны вот отрезаем все отрезки мы намоткой закрыли как бы отрезки которые у нас возможно оставались еще от ручки с другой стороны должны мы проделать с вами то же самое набираем с терпения так как ручки у нас это уже финишная прямая одна вторая и намотки по поводу намоток да в инстаграме вы наверное видели что я еще сделала одну авоську и там немного другие как раз вот эти вот элементы где сейчас мы производили с вами намотку там будет вообще прекрасный как сказать это декор вот такой узелок который тоже сначала лучше научиться хорошо плести я выложу мастер-класс чуть попозже само плетение авоськи не изменится поэтому я не буду его выкладывать а вот именно декор вот этой вот ручки я его выложу и если вы хотите сделать именно его то дождитесь когда я уже выложу это будет наверное очень скоро потому что я считаю что это авоська и следующая с декором они же похожи поэтому нет смысла задерживать вот а так в принципе и это намотка она тоже круто смотрится возможно можно сделать другим цветом почему бы нет очень здорово ну вот завершающие наши штрихи отрезаем лишнее вкладываем наш мешочек и авоська готова надеюсь что у вас получилось подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления новых видео пока пока